Добрый вечер всем! Сегодня у нас 21 января 2024 года. У меня 9 часов 30 минут сегодня вечера. Ну что, воскресенье у нас заканчивается. Ветер воет, слышу опять у нас. Поднялся сильный-сильный ветер, дождь. Ну и немножко потеплело. Сейчас где-то 13, ну сегодня было 13-14 градусов. Но мокро, вышли такая мокрость. Ну вышли сюда вот во дворе. Тут я занималась своими делами, так скажем. Ну перед тем, как у меня гости пришли, работы было не то чтобы очень много, но в общем-то все равно нужно было кое-что сделать. Ну что у нас сегодня? Я там немножко делала небольшое видео, рассказывала вам, что уже в последний раз зажгла вот эти все фонарики, свои гирлянды. Потому что, ну, Новый год все заканчивается. Я, наверное, завтра, послезавтра, ну вот на днях буду, начну уже убирать все, складывать до следующего года. Ну и в общем сегодня вот последний раз зажгла все. То есть провели, так скажем, такой семейный день в кругу семьи Жанлюка. Ну то есть его младший сын с девушкой приходил. Я уже вам об этом говорила. Так как я, в принципе, я их и позвала, потому как подарки нужно было новогодние выручить. Они у нас так лежали, лежали и пылились. Ну, в общем-то, что хочу немножечко так вот вам рассказать о своих наблюдениях. Делать видео, когда они сидели за столом, ну, неэтично и некультурно. Люди так расслабились, так хорошо. Тут как бы они довольны. Вот. Что я вам хочу немножко как бы рассказать о вот нашем, так скажем, ну, ужине, не ужин, а обед, который плавно перешел в ужин. Ну, я делала такой, именно обед был. Ничего такого особенного. Все это я так сделала просто. Ну, обычно, как обычно, все я с аперитива начали, все к аперитиву подали. Ну, как обычно, я вернее подала. Вот. Так как я дала, ну, Жанлюку, время пообщаться со своим сыном, потому как понимаю, что тоже хочется ему. Вот. Ну, а так, чтобы меня очень все это не загружалось и не, как говорится, ну, не напрягало меня тоже, я все приготовила заранее. То есть за день уже примерно все знала, что как. Я, знаете, даже себе списочек такой маленький пишу, когда что подавать, где что у меня лежит. То есть у меня вот прямо вот лежит на полочке вот этот список всегда, чтобы все, ничего не забыть, потому что были такие моменты, что я что-то и забывала. Вот. Поэтому все прошло так быстро, хорошо. У меня все, знаете, тут моется, тут убирается. В общем-то я бегала, как белка в колесе, но тем не менее я не устала, потому что, в принципе, как я уже сказала, все было приготовлено. Небольшой аперитив, плавненько перешли к салатам обязательно какой-то, ну, небольшой такой салат я делала. Далее перешли к горячему основному блюду, тоже такое самое простое основное блюдо сделала, ну, из курицы приготовила. Всем очень, кстати, понравилось, опять все меня хвалили. Вот. Как я вам уже сказала, семья Жан-Люка, она, ну, не очень любит, вот, бывшая, вернее, семья, она там не очень готовили, как я понимаю. Вот. Поэтому им все нравится, они всегда с удовольствием едят домашнюю еду. После чего я подала им, как обычно, сырная тарелка такая небольшая была с инжиром, подала со своим вареньем. Ну, и закончили, у меня был такой торт, небольшой пирог, вот, подала пирог яблочный, ну, шарлотку, наверное, можно так его назвать. И закончили все кофе с шоколадом. Вот. Все, все наелись, он говорит, мы так наелись, я еще предлагала еще попить кофе с, значит, с пирогом, но уже пирог там немножко осталось, говорят, не хотим, мы так наелись, мы так объелись. После чего они ушли, через какое-то время пришло сообщение, очень благодарили нас за проведенный вечер, сказали, что все было здорово и классно. И вы знаете, первый раз за все время, во сколько мы вместе с Жанлюком, его сын сказал, что теперь мы хотим пригласить вас. Вы знаете, вот, видите, воспитание сработало. Ну, что хочу сказать, в каком плане я вам рассказывала, что, в общем-то, Жанлюк не хотел, изначально не купил, ну, небольшой подарок не купил, не сделал для девушки своего сына. Вот тут принципиально не захотел, не сделал. На что я настояла, я тоже вам рассказывала, сказала, что так нельзя, это некрасиво, она ни в чем не виновата, и подарок обязательно нужно купить. Вот. И мы купили, я купила ей сразу же две пары тапок, таких хорошеньких домашних тапочек, знаете, очень уютных, одни вообще уютные, как ботиночки такие. Я знаю, что они живут в доме на первом этаже, ну, у них многоэтажный, двухэтажный, по-моему, дом в Ларошель, и они живут на первом этаже, и представляю, что у них, наверное, прохладно от пола, мне так кажется, мне так показалось, подумалось. И я и купила такие симпатичные с помпонами тапочки, и вторые просто шлепочки, вот, тоже хорошенькие, симпатичные. Ну, и вот все это запаковала в отдельные пакетики, то есть ему там два подарочка было, ну, Жан-Люк приготовил, и для нее я тоже решила два подарочка. Думаю, ну, вот так вот. А вот, тем более, тапочки такая вещь, что если не понравились, можно, допустим, маме, может отдать или там у нее сестры есть многочисленное, большое семейство, думаю, господи, кому-нибудь передарить. Тем более, там даже вот эту, как бы, ну, этикетка была оторвана, цена, вернее, этикетка на них осталась, вот. Вот, что-то био-тапочки, там прочие биоматериалы сделаны, ну, короче говоря, вот так вот. Ну, она тут развернула все это, я завернула в розовую бумагу для нее, для него там и другую, с надписями все сделала. Ну, они этот сер посмотрели, она была просто, ну, очень рада и очень счастлива, потому что она сказала, что именно такие тапочки тепленькие ей хотелось. Она говорит, я так люблю ноги держать в тепле, да, мне бывает иногда очень холодно, это, говорит, прямо вот то, что мне бы хотелось. Я, говорит, очень рада, я, говорю, не знаю, размер подойдет тебе, не подойдет. Она говорит, нет, нет, это мой размер, ну, размер мы заранее узнали. Она говорит, конечно, это будет очень здорово для меня. Вот, очень была довольна. Он тоже был доволен, причем он доволен был, ну, сын его доволен тем, что и ей подарочек какой-то перепал, и, значит, подарочек какой-то ему. То есть оба получили подарки, очень были довольны вниманием, хотя мы сказали, что подарки ерунда, так чисто символические к Новому году. Очень, в общем-то, были, ну, тронуты. Он благодарил сына его и его, и меня тоже, что тоже, кстати, редко, первый раз, что он говорит, я вас обоих благодарю, спасибо большое. Ну, видимо, он как-то почувствовал, прочувствовал, что, ну, вот, понял, что это моя инициатива подарить ей подарок. То есть ему было приятно. Вот, после чего он сразу сказал, что да, конечно, теперь нужно сделать визит, ну, чтобы вы пришли к нам, мы, говорит, там что-то приготовим, сделаем. То есть вот так первый раз, представляете, то есть вот, видите, воспитание сработало. Нужно, не нужно, наверное, наказывать людей, да, за что-то, тем более наших детей, за то, что, ну, наказывать, может быть, их и нужно, но как-то не так вот, как вот, знаете, как-то жестко, как говорится. Может быть, не то, чтобы наказывать, но надо воспитывать как-то правильно, подходить к этому. Я вот тоже это заметила, злись, не злись, сердись, не сердись, но вот смотрите, доброта всё-таки, она порождает какие-то другие чувства. То есть человек должен уже по-другому, ну, как бы это сказать, относиться, если ты относишься к человеку по-доброму, то рано или поздно он тоже начинает к тебе относиться с открытым сердцем. Я сегодня прямо вот видела вот это какая-то, ну, теплота такая от них, какая-то приятная, в общем-то, ну, было им приятно, вот, тем более, когда они пришли, они принесли нам бутылочку хорошего вина и сказали, что вот это вот вам двоём, ну, как бы на двоих. Я понимаю, что это всё такое чисто символическое, во Франции это так принято, это тут нет такого, чтобы какие-то подарки дорогостоящие дарили и прочее. Тут, знаете, важно само внимание к человеку, вот, я не знаю, мне кажется, ну, может, и у нас уже теперь так же, я не могу, не берусь судить, вот, а здесь вот так, и мне тоже было приятно, что вот бутылку вина, мы хотели её открыть, прочее, но он сказал, не надо, не открывайте это вот вам, и потом как-нибудь её и выпьете вдвоём, говорит. Ну, я говорю, ладно, спасибо, мне было приятно, потому что, ну, хорошее вино, как бы, ну, ничего такого тут особенного, что, ну, его приносят, его дарят, его, в общем-то, вот, я понимаю, что что они там мне будут дарить, понятно, что-то такое общее, что-то, в общем-то, ну, внимание опять-таки, вот именно было внимание. И то, что вот благодарность такая, что они даже позвонили после того, как приехали домой, что вот опять же напомнили, что нас позовут. В общем, короче говоря, так скажем, сделаю такой, как бы, вывод, вечер наш сегодня удался, ну, как бы, получился. Я получила от этого тоже удовлетворение, вы знаете, вот, мне понравилось, понравилось отношение такое спокойное какое-то, мы так спокойно посидели, обо всём поговорили. Такие ребята, они интересные, ну, имеется в виду девушка и вот сын Джанлюка. Потом они ещё тут напомнили, что была у них их мама здесь, вот, говорит, они с кем приходили, спрашивали у нас. Ну, мы пояснили, что вот мама, брат её, дядя, значит, этого молодого человека и его бабушка, как говорится. Вот, он говорит, ну, и всё прошло удачно, всё. Я говорю, да, в принципе, прошло всё хорошо, удачно, всё хорошо было. Вот, он говорит, ну, ладно, типа, хорошо. То есть, вот, знаете, какое-то такое участие, какое-то такое отношение уже, ну, совершенно другое отношение. То есть, вот видите, как я, опять же, повторюсь, это вот воспитание нужно воспитывать. Если люди недовоспитаны, ну, надо как бы их потихонечку, ну, воспитывать, приучать к чему-то. Вот, причём им очень нравится всегда, вот, приходит к нам в дом, всё смотрит, говорит, так хорошо у вас, мне так нравится, так тепло у вас. Спрашивал, с чем мы этапливаем, какой у нас, ну, в общем, у вас, говорит, такое комфортно. Вот, и прочее. Вообще, ребята, интересно, кстати, сказать тем, что мы вот сегодня тоже побеседовались с ними. Ну, они говорят, вы знаете, сейчас многие, мы-то с Жанлюком не общаемся с молодёжью, с такой вот, то есть, у нас наша среда, это люди нашего возраста, ну, старше нас, чуть-чуть моложе. А молодёжи, с молодёжью как-то, с молодёжью как-то особо-то, ну, как общаемся вот так вот, поскольку, поскольку. Так вот, они говорят, сейчас очень много молодых французов, ну, молодые семьи, ну, решают уехать в другую, ну, какую-то покинуть страну, Францию, и уехать, и начать свою жизнь в другой стране. Вот, я говорю, как интересно, я даже как-то об этом не знала. Он говорит, да-да-да, многие молодые французы это делают. Ну, не знаю уж, в какую страну кто куда ездит, вот, а я говорю, а вы что, тоже собрались? Он говорит, да, мы тоже хотели бы покинуть Францию, чтобы, ну, пожить где-то, поработать в другой стране. Интересно, говорю, куда бы вы поехали? Ну, у них там несколько предположений есть, куда можно поехать, ну, может быть, говорит, в Аргентину, так, ну, просто так сказал. Интересно было бы в Португалию, говорит, поехать, в Испанию, то есть, они часто, кстати, ездят отдыхать в Испанию. А тут, собственно говоря, недалеко, вот, опять планируют. Говорит, интересно, вот, поработать, поучить язык, там, ещё что-то. У него ещё такая интересная профессия, на мой взгляд, он пейзажист, ему это очень нравится. Вот он там деревья как-то умеет подстригать, растения, он знает всё. Я иногда о домашних цветах у него спрашиваю, как, говорю, что бы вот сделать, чтобы, ну, и он мне рассказывает, он всё, главное, знает это. То есть, он связан с природой. Он, как он объясняет, он не может работать где-то в закрытом помещении, ему нужно работать вот на улице. Вот это вот его, ему интересно, вот, такой интересный, достаточно молодой человек. Вот сегодня он тоже столько много рассказывал, говорил, потому что, ну, я, в принципе, Жанлюку сказала, говорю, да, ему высказаться. Потому что он всё время его, Жанлюк же любит поговорить и всё время его прерывает. И, ну, молодой человек, так скажем, он не может выразить свои мысли. А тут сегодня смотрю, потому что я Жанлюка часто, знаете, так под столом, а его, ну, даю ему знать, что закрой рот, больше не разговаривай, ну, потому что дай своему сыну высказаться. Он знает, потому как я ему до этого сказала, говорю, я тебе такой буду знак давать, и ты будешь понимать, что я много говорю, дам ему сказать несколько слов. Вот он не обижается Жанлюк, потому что он понимает, что тому тоже хочется что-то рассказать. Но что было интересно, не только он сегодня высказывался, но и его, так скажем, спутница, ну, девушка, она всегда молчит. Редко, когда мы её слышим, но сегодня она много говорила, была такая тоже вся открытая, что мне интересно, ну, достаточно удивительно показалось. То есть вот такие вот дела, вот такие вот наблюдения. И я, собственно говоря, сегодня абсолютно не устала. Устаём мы, знаете, от чего ещё? Когда вот, как это сказать, ну, вот это обмен, наверное, энергиями происходит, когда он положительный, и когда люди все настроены положительно, то, наверное, вот это как бы наоборот мы отдыхаем. Но если где-то что-то вот, кто-то о чём-то мысли, как говорится, держит, ну, не совсем положительные, то, видимо, вот это усталость, потому что друг у друга забираем лишнюю энергию. Ну, это мне так почему-то кажется. Сегодня все-таки были открытые, довольные. Я ещё, знаете, заметила, что их, когда приходят его два сына, они дружны между собой, но они абсолютно разные, у них разные интересы. И если, допустим, Жан-Люк разговаривает со своим старшим сыном, с охотником, у них вот эти охотничьи темы, этот же совершенно далёк от охоты. Он охотится, только, знаете, тихая охота, он фотографирует, ему это нравится. А так, чтобы куда-то ходить на охоту, это не его. Вот, абсолютно, абсолютно не любит такие вещи. Поэтому ему неинтересны вот эти вот охотничьи дела, вот абсолютно. И ему приходится молчать в обществе, допустим, брата и Жан-Люка. Но если он приходит, они приходят одни, следовательно, у них уже разговоры в другое русло. Вот про охоту он только единственное спросил, у тебя, говорит, скоро охота закрывается, охотничий сезон? Он говорит, да. Ну и всё. И дальше мы разговаривали обо всём, ну, в общем-то, о каких-то таких, абсолютных таких делах, о работе его немножко поговорили, о вот, так скажем, путешествиях, куда они поедут. Она о своей немножко жизни, о своих родителях рассказала, где они у них живут. Вот потом что-то, знаете, стали разговаривать, не хотят ли они купить, приобрести дом. И такие интересные молодые люди, они тоже, они правильно понимают как-то жизнь. Они говорят, ну, купим мы этот дом. Вот он сегодня рассказывал, говорит, ну, купим, допустим, мы этот дом, потому что оба работают, могут взять кредит, естественно, могут купить дом. Но, говорит, будем выплачивать мы этот кредит всю свою жизнь, вот, всю свою жизнь. После чего, говорит, мы выйдем на пенсию и нужно будет продать этот дом, чтобы пойти в дом престарелых. Получается, ну, в общем, короче говоря, а нам, говорит, хочется просто жить, не хочется быть привязанным к какому-то месту. Ну, вот сегодня мы здесь пожили, завтра, значит, мы ещё в какое-то место поедем. Потом уже покинем эту страну, поедем в другую страну что-то новое узнавать. Он говорит, ну, вот такая жизнь им по вкусу. Я говорю, да и правильно, в конце концов, ну что, он говорит, как говорится, разживём. Вот. Я говорю, я с вами согласна. Я вот сама точно так же думаю. Как только дом появляется, ты привязываешься к этому вот месту. Можно, конечно, сказать, что дом это, ну, как сказать, можно продать. Ну, представляете, вот надо продать его, потом что-то ещё купить, что-то с этими деньгами нужно сделать. Это вот у меня как жанюк тоже всё мучается теперь, вот, куда их вложить, что-то купить на, что-то, как говорится, выгодно. Всё время у него какие-то, ну, в общем-то, проблемы с этими вот, так скажем, с банком, короче говоря. Нужно что-то сделать, нужно подумать, нужно вот это. То есть, ну, вот такие вот дела. И когда вот дом свой продал, тоже у него более свободно, то есть, можно выбрать, где ты хочешь жить, какой дом ты хотел бы, то есть, какое место ты хотел бы, то есть, а тут с домом это будет немножечко посложнее. Ну, опять-таки, у каждого своя жизнь. Одному хорошо так, другому хорошо по-другому. Ну, в общем-то, в любом случае, вечер у меня сегодня, ну, прошёл день неплохо, на мой взгляд. Ну, ладно, я вас всех люблю, целую и обнимаю. Всем вам, ну, хорошего, доброго, уютного вечера, тёплого. Окончание сегодня, как говорится, воскресенье, завтра понедельник, день тяжёлый, мы идём в теплицу. Ну, и, в общем-то, я вам желаю также спокойной ночи, ну, и хорошего понедельника, наверное, хорошего, удачного, ну, чтобы не трудного понедельника. А у нас завтра начинается наш рабочий день, ну, и завтра же он у нас и закончится. Мы сегодня над этим вопросом, как раз, кстати, тут смеялись, ну, и все вместе за столом, что как мы весело живём. У нас понедельник день тяжёлый, но он же у нас и для нас как пятница получается. Ну, ладно, пока-пока, всех целую и обнимаю, до завтра!